Не знаю, как вы, а я за лето за этим местом очень соскучилась. Вот за вот этим, за старомаком. Но сегодня будет не старомакем, сегодня будет нечто другое. Я не собиралась снимать вообще в принципе. У нас очень много пока дел и идет сильный дождь, уже третий день такой. Но сегодня хотя бы вот я сейчас иду, сейчас он не идет, а так третий день подряд дождь. Просто вспомнила мне youtube, поскольку я снимаю о Праге, мне youtube выдает рекомендации типа посмотрите топовые каналы, которые снимают о Праге, бла-бла-бла. Ну в общем я два канала посмотрела, там было что-то около на одном около 200 тысяч просмотров, а на втором что-то тоже около этой же цифры. Самое интересное, что ни один, ни второй там какие-то трехдневные экскурсии не дошли до Орлоя. А славянский остров и один и второй снимали, и славянский остров называли Бобровым островом. Причем они не видели никаких зданий на этом острове, а только нутрии, которые там живут. Ну во всем это все было очень развлекательно. Поэтому оказавшись на Старомаке, я решила вам показать, что существует Старомак. Ну у меня все зрители умненькие, разумненькие, замечательные, самые замечательные зрители на свете. Поэтому конечно же они знают, что существует Орлой, Старомак. Я вам сегодня расскажу о национальной чешской еде, вот действительно о национальном чешском перекусе, скажем так. И если все пойдет удачно, то сниму крафтовое кафе. У меня просто Тори сегодня пересдает, она сильно болела и не могла ходить на хор. Вот она сегодня пересдает свой хор, поет там, и если все пойдет удачно, мы будем есть крафтовые пирожные. Если пойдет неудачно, мы все равно наедимся крафтовых пирожных. Вот так. Хотя количество людей под Орловой меня никогда не перестает удивлять. Я успею на петушка. Классно, да, когда никого нет? Но это я достаточно рано, поэтому туристы, вся основная масса смотрит на Орлой. Обычно тут такая же масса днем смотрит на Орлой, а вечером ходит еще и здесь. Прекрасный Тынский храм. Мне отойдет когда-нибудь хоть о нем рассказать. Мне ужасно жалко, что мой телефон не вывозит вечерние такие вот сумерки в съемках, потому что Тынский храм вечером это нечто. Нечто непередаваемо красивое. Время идет к тому, что день будет короче. Бесподобный старомаг. Люблю его. Хоть он и туристический, хоть в принципе, но люблю. Покажу вам. Понятие как не имею, как тут кормят, но выглядит очень классненько. Тынский храм в лесах. Что-то тут реставрируют. Представляете, тут кто-то живет. Прям самый-самый центр Праги. Хотели бы так жить? Смотрите. Лестница какая крутая наверх. Жилой дом. И вот еще лестница. Вот там видно, что дом жилой, потому что почтовые ящики подписаны. Я давно не видела экскурсию, чтобы было не в наушниках, а просто чтобы он стоял и рассказывал. Здорово. Это тын. Национальный театр. Это либерские лагутки, и они находятся в поликлинике. Мы поедим. Вот это вот самая-самая национальная еда. Это хлебечек. Вот такие два хлебечка мы взяли. У Тори это с гуакамоле из Киа. Гуакамоле Киа. У меня розбиф и что-то внизу. И два чая. Потом расскажу все о хлебечках. Не думаю, что вы это место найдете сами. Я потом покажу, когда буду выходить. Здесь мы идем вот в это кафе Цукраш. Ну, Цукраш. Сладости. И здесь делают крафтовые сладости. Говорят, обалденно вкусно. Побри-ден. С этими сладостями всегда есть одна очень-очень большая проблема. Они так потрясающе выглядят со всех сторон, что их жалко есть, и ты в них втыкаешь вилку, и они такие... И все. И вся красота мимо. Вот так. В этом кафе прикольно, что еще видно, что они делают. Да, я потом сниму обязательно, как они делают сами эти сладости. А вот адрес. Даже немножечко подержу. Мы еще к этому взяли себе чай. И будем пробовать. Вот, да, как раз. Смотри, как у тебя хорошо получилось. Ну, сейчас я попробую свой проткнуть. Вкусно. Даш, попробовать? Да. Вместе с телефоном это, конечно, делать... Какой мягкий. Какой воздушный. Супер. Интересно, здесь прямо вот видно, как работают кондитеры. Понятное дело, дети это очень любят. И с этой стороны тоже. Из минусов здесь делают конфеты вот с этой стороны. Вот такие. Это очень вкусно, сразу скажу. Из минусов, внутри здесь нет стульев, тут стоячие места. На улице, так как у нас дождь, то как бы холодно, то примерзаешь к железным стульчикам. Сама кафешечка небольшая, но очень-очень вкусно, реально очень вкусно. Прага, это такой мир желтых пингвинов, красных летающих оленей. Лампы здесь находятся еще вот там вот внизу, азийский очень хороший ресторан. Вот внизу. Это такой тупичок. Вот там прямо это ресторан у красного оленя, но вход в него с другой стороны. Ну с этой тоже можно, но центральный с другой стороны. А это у нас тупичок святого Губерта. Это тот самый Губерт, который в страстную пятницу сказал, что... Гумберт. Который сказал, что в страстную пятницу. Ерунда все это, собрал друзей и поехал на охоту. И попался ему на охоте олень. Очень быстрый олень, он хотел его догнать, тот от него убегал. Ну, в общем, как это все бывает в сказках, друзья поотпадали, устали. Я вам просто показываю, как выйти. Сейчас покажу еще издалека этого оленя. Вот. Губерт, да. Губерт. Вот он, улица святого Губерта. Так вот, а Губерт гнался и гнался и гнался за оленем, но и он в конечном итоге устал. Лошадь у него начала спотыкаться. Он, значит, лошадь остановился, он спустился, сел отдышаться. И тут из кустов вышел тот самый олень. Лошадь перепужалась, в кусты убежалась. Губерт перепужался. Но в кусты убежать ему не удалось, потому что олень к нему заговорил человеческим голосом. Типа, чего ты все время гоняешься за животными? Почему ты все время ищешь животных? Ты в эти дни должен искать Господа Бога своего. И подарил ему крест из своих рогов. Долго Губерт беседовал с оленем. Я не знаю, какие грибы он перед этим ел. Но в конечном итоге беседа удалась и он стал архиепископом. Не просто так. Поэтому оленей тут достаточно. И вот издалека этот красный олень. А вот обедственный дом. И по правую руку от меня, если смотреть на обедственный дом, это палладиум. Будет палладиум. Будет палладиум. То есть, чтобы вы нашли, как сюда подойти. Хлобочек можно купить где угодно. Вот так запакованный. Упаковка, кстати, мне не очень нравится. Я тут хлобочек покупать не буду. Я могу это сделать дома. И в Лидли, это я в Лидли на него сунду. Он достаточно дорогой. Вот такой. Понятия не имею, что у нас сегодня на Баршловаке, но здесь столько людей. Похолодало и люди просто. Просто. Все здесь. Это Ингманова на Мнести. Это вот Старбакс. За Старбаксом потом чай. И за чаем вот такой вот златый кшиш лагутки. Мы идем туда и там продаются самые-самые вкусные хлобочки. Вот так выглядит. Но мы очень поздно вечером. Так что тут и сладенькое продается. И вот они. Хлобочки. Крафтовые. Хлобочков мало. Еще калати и там салаты. В общем и целом вот так она выглядит. Но тут мало уже всего осталось. Рекомендую. Так как там выбор небольшой, мы хотим найти какое-нибудь другое, что-нибудь, где можно поесть. Но не поесть, перекусить. Есть. Мы уже дома, наверное, будем. И я расскажу, почему я, собственно, гняюсь за этими хлобочками. Хлобочек, это вот в отличие от Тердельника, это исключительно чешская история. Потому что когда-то известный лагуткарш, гастроном, да? То есть реставратор. Тут все вкусняхи делает. Ян Паукерт. Он готовил канапе. Ну то есть что такое канапе, в принципе все знают, да? Такие штучки маленькие французские. И к нему покушать вкусненького все время приходил один художник, очень большой его друг. Пропустила людей. Вот, приходил к нему покушать очень большой его друг, Ян Скрамленко, художник. И он говорил, что вот эти вот твои канапешечки, я вам показываю просто, мы идем. Оу, красота. Люблю вот это вот. Это тоже чисто чешская история, вот эти вот голубые. С разрисованными, называется нацебулачка. Вот такую красоту вам еще покажу, чисто внешне. И пойдем дальше. Ему не нравились эти канапешечки. Они были очень маленькие. И специально для своего друга гастроном сделал канапе больше размера. То есть Кивоу попросил этот художник сделать это канапе размером хотя бы на 2-3 укуса. То, что сейчас у нас есть, оно еще больше. Там, ну, примерно на 4 укуса. Но это исключительно чешская история. И когда этот, ну, художник был достаточно известным, пытаясь показывать красивое, но не особо получается. Художник был известный. Вот. И когда он кушал эти штучки, люди, которые приходили поесть в лагутке, они тоже хотели попробовать, что это. И, в общем-то, таким образом это стало очень-очень популярно. Мы бродим в старом городе. У нас где-то полчасика есть. О, тоже красиво внутри. Класс, да? Но тут ничего, тут именно ресторан. Для нас тут ничего такого нет. Я вам про это здание прожужжала все уши. А вот теперь можете себя проверить. На какой я стою улице? Дом у двух красных львов. И здание Чешской спортзиталны. В которое я всех достала и мне даже разрешили внутри поснимать. На что я трачу свои полчаса? На то, чтобы показать вам красоту отреставрированного Сатауского дивадла. И его вот снитер. Красота же. И в другую сторону. Красотища. Я чувствую, что это красотища и я останусь таки голодная. Смотрите, как его отреставрировали. И они перестают им восхищаться. Смотрите, как классно. Милотая нереальная. Знаете что? Вот единственная вещь, которую я пока никак не могу осилить, это история о големе, история об образовании еврейского гетто. Вот эта вот вся история, я ее читаю, но пока мне сложно. Когда дочитаю, пойду показывать им в синагогу и рассказывать. Посмотрите, какая прелесть. Нереально классно. Я решила, что очень мало милоты в моем видео, поэтому мы зашли в кафе в лобоцином доме. С живой музыкой и с неимоверной красотой. Ну, тут все прекрасно. Такое красивое меню, цены тут тоже прекрасные. Можете поверить на слово. Мой тортик приехал. Да, у них там есть, смотри. Да, у них тут вот эта вот система, которая развозит заказы, прикольная. Надеюсь меня за розовую пантеру не забанят, а этот торин пахает. Увидень гиберния. Увидень гиберния. Увидень гиберния. Это знаете, как называется, как бежишь, бежишь, у тебя вроде как полчаса. Ты заходишь сюда, думаешь, догори, но все синим пламенем. То есть весь мир подождет. Я хочу этих десертов. И вообще этой атмосферы. Десерты обалденно вкусные. Они не сладкие. Это прямо восторг. Ну, вот я его так обровняла. Я уже говорила, что вы инстаграм фотографируете. Классно. Конечно есть. Красиво. Не особо получается. Люстра шикарная. Вообще здесь так классно. Красиво. 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 Какой раз мы пойдем в ресторан. Мы были в кафе. Шикарно просто. Настроение такое. Уже никто не к нам спешит. Уже ничего не надо. Просто классное настроение. Устраивайте себе такие праздники. Свои душеньки. Чтобы у вас было классное. Преклассное. 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 Преклассное настроение. У нас действительно все начало недели лили очень сильные дожди. Просто нон-стоп лили дожди. А потом у нас очень много появилось дел. Это перед школой. Так всегда. Обычку. Поэтому у меня был выбор либо вообще никакого видео не снимать. Либо снять вот что-нибудь приятное. Кафе или что-нибудь такое. Обещаю, что на следующей неделе уже будет нормальное видео. Вот остановку получается. Снимаю что-то такое снять. Это я вообще еду. Так вот. Я хотела, что лучше уж что-нибудь снять, чем ничего не снимать. Надеюсь. Настроение вам подняла. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok